Приветствую друзья! Продолжая развивать линейку старых устройств, компании Shanling решили возродить еще один хит прошлых лет – UP4, наделив его двумя актуальными конвертерами ES9219C, Bluetooth-модулем с APTX HDL, кодеками с солидной выходной мощностью, приличным временем, автономной работой, фирменным микрофоном и удобным чехлом-клипсой. Ну и чтобы не путались к названию, добавили год ревизии, так что получился Shanling UP4 22. О нем сегодня и поговорим. Поставляется аппарат в небольшой коробке с изображением самого устройства, двумя логотипами Hi-Res Audio сертификации, а также списком его основных характеристик. Внутри я обнаружил стандартный уже набор документаций, довольно длинные Type-C кабели, что радует больше всего чехол-клипсу на одежду. Как видите, никаких дополнительных аксессуаров для использования в проводном режиме производитель нам не предоставил и дальше будет понятно почему. Сам ЦАП по габаритам просто сверх компактный. Спереди и сзади его прикрывает защитное стекло. Все же остальные элементы выполнены из металла. На передней части, прямо по центру, разместилась NFC-метка для быстрого соединения и светодиод, который здесь заменяет экран. По его цвету можно понять, что конкретно сейчас происходит с устройством. Подобная таблица приведена на страница магазина. Не будем тратить на это время. На задней части видим все те же два логотипа Hi-Res аудио сертификации. Что вообще говоря, ложь. Дело в том, что USB-чип здесь не поддерживает разрешение выше 16 бит 48 кГц, а для Hi-Res минимум нужно 24 бита 96 кГц. В плане wireless спорить не буду, тут все в порядке. На левый торец здесь вынесли только регулятор громкости, он же включает-отключает устройство. Его немного утопили в корпус, чтобы случайно не задевать одеждой. Снизу, как и положено, находится Type-C вход, через него мы также заряжаем сам девайс. А сверху микрофон, обычные балансные выходы, а также кнопка Mood, которая позволяет переключать режимы усиления при двойном нажатии и цифровые фильтры при удержании. Но по диодам ориентироваться, скажу прямо, совершенно неудобно. Куда проще установить фирменное приложение Edit Player и там уже производить настройку. Как видите, тут еще можно отключить диод, если он вам мешает, включить режим в автомобиле, кодек ХВА, отключить ненужные кодеки, если в том есть необходимость, выбрать режим усиления, тут же находится режим двойного ЦАПа для 3.5 мм разъема, настроить баланс, обновить прошивку, а также воспользоваться эквалайзером или выбрать один из двух цифровых фильтров. Специальное приложение от Shanling для беспроводных устройств новинку почему-то не поддерживает, только указанные мной программный плеер. Я гонял девайс в основном на APTX и LDAC кодеках. APTX HD мой смартфон, к сожалению, не поддерживает, но я протестировал его на плеере Tempotec V6. По выходной мощности мы имеем до 165 мВт на балансном 2.5 мм выходе, до 100 мВт в режиме двойного ЦАПа и до 71 мВт в обычном режиме с выхода 3.5 мм. Это в пересчете на 32 Ом нагрузки. Следовательно и громкости тут с хорошим таким запасом, причем как для обычных внутриканальных наушников, так и для в меру тугих полноразмерных. Думаю Ом это до 200 все потянет. Из разрешений, как я уже упоминал, доступны только 16 бит 44.1 и 48 кГц, что вообще говоря на сегодня нонсенс. Я перепроверил это на андроид и получил ровно те же значения, следовательно ни DSD, ни MQA тут быть не может. Да и вообще на USB производитель вставку не делает от слова совсем. Чипы-то внутри способны на многое, там целых два ESS и ES9219C, но их буквально кастрировали примитивным USB кодеком. То есть по проводу пользоваться девайса можно, но исключительно для бытовых нужд. Единственное в чем AP422 может раскрыться полностью, это Bluetooth-соединение с кудеками APTX HD и LDAC, которые способны передавать звук, хотя и с потерями, но до 24 бит 96 кГц. Ими рекомендую и пользоваться. Ну и для новичков очередной раз напомню, что подключать героя обзора можно только проводные наушники. Bluetooth здесь используется для того, чтобы сам AP422 соединился со смартфоном. По времени работы реально можно рассчитывать на заявленные 9.5 и 11.5 часов на средней громкости, шума в паузах и нагрева тут нет. Ну а с качеством микрофона вы можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи. Собственно слушаем. Тестируем качество записи встроенного микрофона беспроводного ЦАПа Shanling AP422. Вот собственно так он и записывает и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Замеры я проводил в проводном режиме в 16 бит 48 кГц с обоих выходов на АЦП Иванда Космос. Измерять блютуз из-за кодеков с потерями не имеет никакого смысла, так как они сами по себе дают солидное число искажений. Ну а выше 16 бит 48 кГц USB чип тут просто не пропускает. Сэкономили, как говорится, на спичках. Так вот результат этот плюс-минус схожий. Чуть лучше естественно на балансе, где вполне нормальная АЧХ, шумовая полка на минус 125 дБ. Приличный динамический диапазон и искажения находятся на уровне 115 дБ. Причем как интермодуляционные, так и гармонические. Последние в процентном соотношении составляют 58 100 тысячных. Нормальные результаты, а с учетом, что на все это еще наложатся блютуз кодеки, так и вообще потрясающий. Единственный на мой взгляд минус, что баланс тут на 2.5 мм джеке, а не на современном 4.4 мм. Звучит же F422 по музыкальному теплу, насыщенно и просто до магнетичности притягательно. Включаешь и буквально проваливаешься в звук. Да, это не самая дорогая модель, оттого по сравнению с тем же UP5 слышны некоторые упрощения, однако на восприятие музыкального полотна это особо не влияет. Если придираться, то UP422 сложно назвать идеальным в плане четкости и разделения. Он все-таки больше с уклоном в мелодику и выразительность, но и какого-либо недостатка ни в том ни в другом я лично не ощущаю. При прямом сравнении разница есть и только. Если сравнивать с обычными не блютуз сапами, то ближайшим к нему конкурентом будет, наверное, новенький UA2+. По крайней мере при прямом сравнении с UA3 последний показал себя заметно взрослее, то есть лучше в разрешении и по атакам. Бас жирненький, густой, с неплохо прослеживающимися текстурами, а серединка, как я уже сказал, сочная, с хорошим таким уклоном в мелодику и выразительность, что собственно и создает ту самую затягивающую атмосферу. Сравнивал его напрямую с плеером темпотек В6 и если на UP422 эмоции прямо бьют ключом, то В6 звучит пресно и как-то безжизненно. Хотя если вы ценитель каких-то быстрых и агрессивных жанров, лучше смотреть на старшие версии или вообще на другие бренды. UP422 это больше про вибрации и погружение в звук. Еще раз, бывает и лучше, но даже здесь все уже шикарно. Прекрасно для джаза, соула, рока, атмосферной электроники, чего-то академического и оркестрового. Когда совсем быстро образы начинают немного смазываться, что естественно влияет на разделение. Но деталей на слух хватает и они не наслаиваются. Высоких по мне тоже в меру. Они не подчеркиваются, не выдвигаются и никак не подсвечиваются, а значит выполняют свою прямую обязанность в дополнении средних частот и обогащении пространства перкуссионными звуками. Конечно, огромное влияние будет оказывать и то, какие наушники вы планируете использовать. Я бы рекомендовал, что-то в достаточной мере насыщенное и в то же время максимально прозрачное. Так, синергия будет ну просто идеальной. Я остановился на BGU-PNS10. Лучше, как говорится, и не нужно. Наушники дают скорость, четкость и текстуры. От саб добавляют сока, объема и глубины. От чего получается максимально эффектное и просто сверхкомфортное звучание. Сравнивать же АП-422 с ИКО ИТБ-03 не хочется абсолютно. Они совершенно разные, под отличающиеся музыкальные вкусы и кстати оба превосходны. Если говорить откровенно, то ИТБ-03 уровнем чуточку выше, но он больше про техничность и скорость, а этот про красоту и мелодику. Тут смотрите сами, что лично вам ближе. Я же просто фанатею по тому, что со звуком делает Шанлинг, причем каждый раз буквально залипая в новое устройство. АП-422 у меня, наверное, уже три месяца и до сих пор цепляет неслабо. Фи уже больше про нейтральность. Они не так интересны, как Шанлинг или ИКО. Хотя это тоже вкусовой момент. В общем, если нравится музыкальность, высокая динамика и погружение в аудиальные образы, то АП-422 вам точно зайдет. А если вы больше про скорость, драйв и разделение, то думаю лучше присмотритесь к ИТБ-03, пока на него не взвинтили цену. Итогом. Беспроводной мобильный ЦАП Шанлинг АП-422 лично меня порадовал удобным колесом управления, полной поддержкой плеера Эдикс, кучей настроек в нем, клипсой на задней части, хорошим временем автономной работы, высокой выходной мощностью, множеством поддерживаемых беспроводных кодеков и, конечно же, своим звучанием. А звучит аппарат довольно сочно, выразительно, с прекрасной передачей эмоций и просто с завлекательной мелодикой. Я очень люблю такую подачу, так как с ней могу залипать на музыку часами. Для джаза, чего-то вокально-ориентированного, атмосферного или академического то, что доктор прописал. Металистам же и ценителям сухой нейтральности рекомендую присмотреться к ИКО. Просто потрясающий свой ценный звук для тех, кто ищет себе что-то относительно беспроводное. Что могу сказать? Мои откровенные рекомендации, это прямо, друзья, космос. Бывает, конечно, и лучше, но за совсем другие деньги. А на этом у меня все. Это был беспроводной мобильный ЦАП Шанлинк А422. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok